пацаны это такой дрочь так ну как и обычный короче все получается через одно место такс народ всем привет это у нас и юбилейный 50 выпуск он будет не про такси не проработали просто другое про мои обычные будни как их провожу как говорится утро начинается не с кофе сейчас покажу виду подробности дела такс я заморочился делать кухню вот я прикупил плитку прикупил доски уже постелить получается на стене плитку ну таким может быть не типичным способом и сделать вот такие вот уголки и к ним при собачье дерево но дерево нужно будет поморить то есть вот так это будет выглядеть собственно у меня есть куча досок нужно их подготовить сейчас баллончиком вот этот вот морилочку нанести на него и собственно потом перетащить домой всю эту историю и не начать класть плитку плитку я буду класть на жидкие гвозди там без всяких заморочек просто без как это сказать без каких-то дистанции просто в стык я буду соединять максимально плотно и посмотрим через это получится это можно сказать будущие полки на кухне собственно я купил вот такую доску два с метра и 30 сантиметров мне нужно было 20 20 сантиметров ширины для того чтобы она встала вот на такое крепление на такой уголок на симпатичный собственно получилось что от нее мы отрезали есть сантиметров вот она это мы потом будем выкидывать получается еще одна как угол будет угловая полочка и дополнительно небольшая чтобы увеличить в ту сторону мне сейчас нужно это все дело запшикать вот этот морилкой да сделать такой тон столешнице на кухне фактически подготовить все эти деревяшки и после этого можно приступать к следующему этапу очень круто вот эти 20 сантиметров если ширина ложатся вот на эту вот на этот как сказать уголок и в идеале нам нужен такой тон но нужно вот к такому труду прийти во всех этих деревяшках чтобы было прям симпатично смотрелось круто под ту кухню которую мы имеем ну а собственно эту кухню дальше в процессе я тоже покажу так морилку я буду использовать вот такой цвет орех все это было куплено мною в леруа мерлен леруа мерлен спасибо но не без косяков конечно я с вами тоже натерпелся так значит что перед морилкой нужно будет немного дерево обработать здесь осталось много пыли здесь остались после резки вот такие вот ошметки их нужно все снимать сейчас нужно будет немного наждачка где-то пройтись вот но в целом можно сказать что леруа это было удобно потому что где-то 40 рублей или 42 рубля стоит рез я купил деревяшку по нужным сантиметру получается отрезал и уже с готовым деревом начинаю работать а 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 так в инструкции прописано что до 15 минут она должна сохнуть а вообще в целом полное высыхание до 3 часов вот здесь уже путик деревяшки прошло по 15 минут они более-менее равномерно стали выглядеть с одной стороны получается я их подкрасил сейчас еще моментами чуть-чуть выровняю и переверну начну с другой стороны 10 баллона хватит и не придется ехать за вторым как говорится дело мастера боится ничего сложного нету я на своем канале постоянно показываю что я делаю что-то в первый раз но и не умея этого не платя деньги кому-то там за укладку плитки или вот и за обработку там дерево ли чего-то еще покупая расходники делают сам я думаю что все могут просто люди лениться мне интересно делать что-то новое своими руками я это периодически буду показывать на канале так ну как обычно получается через одно место 1 баллона не хватило ну как бы вроде бы сделан неплохой объем то есть две деревяшки полностью подкрашены замарлены или как-то заморилины вот эти две по сути они уже сделаны не хватило на большую одну сторону 2 нифига сейчас поеду где-то рожать вот такой вот такую морилку так ничего я снова на месте спустя 6 часов я вторую банку мы с саньком с васовым объехали все магазины этом нашего железнодорожного рынке возможны все 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 общем объехали все что можно было я слезал в итоге в леруа и наверно только там они есть я взял еще одну банку сейчас я добью уже наконец-то все деревяшки докрашу их до высушу и все и приступлю к следующему этапу такс ну по сути уже почти все готово можно посмотреть какая деревяшка была цветом какая настала сейчас все подсохнет еще перевернул пройдусь там каким-то пятнами которые найду белые если не прокрашенные досохнет и все и все за нашу домой еще момент с этим вот с этой морилкой аэрозоли возможно и правда проще взять обычную жидкую и кисточкой все покрасить потому что вот эти аэрозоли именно такие они только есть в леруа я лоханулся тем что я взял только одну банку вместо двух но в общем это можно все назвать дрочим может было бы просто покрасить бы кисточкой так ну что я притаранил доски вот оттуда с улицы вот они эти доски собственно смысл какой я уже в первой части ролика рассказывал что низ кухни сделан нужно будет нам доделать получается фартук и доделать вот эту вот полку фартук мы будем делать вот из такой плитки примерно в три вида они будут стоять над ними будет полка полка будет стоять из ну я уже ранее тоже показывал вот из такого вот крепления некого уголка и на нем будет доска доска будет вот у нас вот это то есть угол будет там закрыт вдоль досудовый маленький кусочек здесь то есть немного длины не хватило и сейчас еще перенесем эту розетку чтобы все было по уму чтобы был фартук были полки чтобы было все красиво один момент единственное что на улице вообще морилка наверно пользоваться разоривает плохая идея цвет отличается вот основной столешницы но немного есть отличие то есть может быть на камере не так я даже думал пошкурить пошкурить ее попробовал здесь протестить вот половину я отшкурил но получилось не очень красиво собственно сейчас всем этим я буду заниматься это я сделаю как обычно впервые и обо всем в процессе расскажу так и кстати эту кухню можно сказать мы с бумаги воплощаем наяву у нас получается чтобы это все делала накидана не сначала ну как бы 3d вариантом кухня сборка и дальше катя вручную дорисовала фартук полки там все что нужно собственно картинку реализовываем вживую так значит по плану работ здесь у меня боя еще буду их срезать по периметру оставлять примерно по полтора-два сантиметра с краев и сверху буду класть на жидкие гвозди плитку я не буду заморачиваться чем-то сложным про все сделаю можно сказать по простому я думаю что это будет держаться уложу эту плитку собственно посмотрю как это все ляжет вот в этой части нужно будет немного пилить чтобы здесь легла плитка потому что вот этот вот стык будет немного мешаться я сейчас его спилю ну и собственно как уложу плитку но перед плиткой конечно снесу розетку еще полгода уже сделаю пол короче говоря смотрим конечно без моего специального плана здесь не обошлось тот момент когда ты не ходил учерчения в школе и рисовал перспективу кухни со всеми своими подсчетами расчетами и того сколько куда и чего нужно для того чтобы доделать ее так хорошо когда ремонт отстройщика они экономят на обоих и они очень легко отходят принципе сейчас вот с этим небольшим зазором я буду класть плитку так чтобы прихватить часть обоих ну и так далее вдоль всего фортук вот такая плитка она считается типа мозаика если присмотреться там она типа до каркасе на таком неком и кладется на ровно также как бы чтобы вот эти вот стыки они были одинаковыми я хочу класть по-другому я буду срезать с этого каркаса не стык просто в стык собирать его таким вот образом чтобы не было никаких зазоров так тут у нас ниже кстати доска такая тоже излерольная двигающаяся удобная штука по сути нужно не все резать не боясь о том что поцарапается основная часть так вот не такой вот как бы они какой-то конструкции да сейчас ее по краям обрежу сложим три части посмотрим что из этого получается примерно вот так вот у нас должно получиться так что срезаются они нормально в принципе часть каркаса я оставлю ниже вот здесь я думаю что он не помешает в целом и буду сейчас заливать жидкими гвоздями пистолет есть жидкие гвозди есть тоже проблем может быть по 250 по 300 баллон этого жидкие вазе я взял собственно опять же я все покупал в леруа мерлен магазин большой но мне кажется за последние несколько лет там очень сильно скаканули цены типа помимо того что и так все там пиломатериалы там все подорожало в три раза просто сам бренд типа обретает силу короче говоря и начинает ценники накручивать больше вот а так конечно магазин круче удобнее может быть дешевле сейчас он все тоже самое практически хранил он стал дороже да вот и бывает такое что как я понимаю в леруа мерлен в одном привезли какой-то закуп у них контрагенты очень часто меняются есть какие-то штуки которые только один раз там появляются продаются и возможно и больше не закупают то есть такой вот прикол магазине тоже присутствует of так они они в они так не знаю много ли мало я взял клея примерно буду по столько использовать так ну все процесс пошел по сути вот так вот еще одна плитка сверху допустим и она будет стыка с обоями то есть будет такая красота ну и немного толщину вот здесь обоев по сути будет компенсировать на каркас который там есть не знаю короче по моей логике вроде бы должно все хорошо получиться обычными жидкими гвоздями как нашел минус русских таких вот плиток то есть я вот так их примерно поставок нарезаю складываю смотрю что получается но заметил вот здесь значит соединил плитки все они уже прихватились и вот стык в стык все соединял и одна плитка вот здесь чуть чуть больше то есть фактически они немного кривые то есть то где-то вот степка немного изогнута то вот чуть больше она или чуть меньше так что наверное какие-то мини косяки ща будут проявляться в процессе даже интересно какие сейчас если что-то прямо печально найду сразу покажу так короче говоря вот нашлась проблема отвалились плитки отвалилась одна там позади 2 я остальные снял да те жидкие гвозди которые типа момент монтаж они подход вообще не подходят сюда то есть те жидкие гвозди с которыми раньше связывался не схватывали намертво эти вообще бестолковые короче толку от них нет сейчас буду в покупать другую какую-нибудь штуку для того чтобы их прихватить так значит ну что этот момент монтаж который превратился просто так убить верду не справился взялась вот такой матерый титан прозрачный как и обычные может быть часом прихватит попробую короче говоря если кто-то будет подобное делать не брать так ну что процесс идет с новым этим монтажным клеем нормально цепляет он прям крепко все это дело опять же вот с этим тони не то что с предыдущим но и теперь уже можно сказать что сейчас вечером я стенку дабил Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я могу участвовать, что по поводу электрики я вообще не шарю. И у меня здесь есть вот такой уже кореш, можно сказать, местный. Изначально у нас застройщик, трудился электриком, и периодически я его зову на помощь. Собственно, сам я не лезу, чтобы ничего плохого не произошло, а он помогает. Ну вот, розетку перенесли отсюда, получается, вот сюда, чтобы возле плиты она не мешалась, если все конфорки заняты. Ну и, собственно, дальше я потом это буду закладывать плиткой. Сниму розетку, заложу здесь, потом вырежу под розетку, получается, в ней в плитке отверстие, поставлю ее обратно, и все. И, как бы, на этом розетка будет доделана по полной. Процесс с плиткой продолжается. Клей титан, вот этот вообще лютый, вообще конкретно держит. Черчение мое все же на плохом уровне, нужно было в школе ходить на него. То есть я вырезал обои чуть больше, чем изначально, думал, что заложу плитку. Получится, что придется после нее еще одну класть плитку, и она будет где-то на... После вот этой возможности обои бы я не отрезал бы, я бы не продолжал бы. Но теперь придется еще одну ложить, и она будет где-то на полсантиметра выпирать дальше столешницы. Вот о чем я говорил. Ну, наверное, будет не критично, так что попробую сейчас, посмотрим. Так, фактически этот угол я доделал. Вот здесь немного выпирает на один сантиметр. Ну, то есть не критично, но моментами косяки присутствуют. Вот так не видно. Но если поближе посмотреть, допустим, где-то стыки вот такие есть, плитки между собой реально разные. И она где-то шире, где-то выше, где-то меньше. И вот из-за этого получаются вот такие вот проблемы, типа как вот здесь. Вот оно. Или вот, допустим, две плитки рядом, одни плотно, а вот другой между собой небольшое пространство, собственно, кривая. Далее также от этого угла уже встык пойдут у меня оставшиеся плитки. Сейчас нужно обрезать часть обоев до конца и сделать плитку, то есть сделать полку и продолжать уже с плиткой дальше. Так, ну что, народ, стена подготовлена, обои сняты. Немного для лучшей стыковки здесь вот такие нанесены узорчики на нее. Но сначала я сейчас сделаю полку, от которой уже дальнейшая полка пойдет. И начну потом эту плитку доделать. Ну и в процессе уже, когда я все добью, какие-то сейчас промежутки я еще покажу, но и дальше будет уже итог этой кухни, как это все закончилось и мои мысли об этом, обо всем. Так, приблизительно, вот так. С этой, получается, у нас будет угловая полка, как бы здесь, и будет она контактировать с соседней полкой. Если вот так наметить нам расположение уголков, я думаю, что примерно будет вот так. И вот на таком же расстоянии с другой стороны сделать вторую. То есть, фактически, я просто хочу, чтобы этот угол выглядел симпатично, и соседняя полка, которая крепится в большинстве на уголке, она примерно здесь была симметрична между собой. Так, ну что, получилось у нас вот такая полочка. Угловая сильная, я здесь не стал затягивать. Вот эти уголки должны симпатически смотреться на стене. Без всего лишнего лакированные. Саморез. Такой взял максимально плотно, сейчас возможно. Дюбеля по газобетону. Дюбеля даже, возможно, такие маловато для него, но с таким саморезом должно зайти по-лютому. И еще ко всему, сейчас дальше покажу, взял лак для того, чтобы, опять же, закрыть эти шапочки стальные. Так, на меточке есть уже под полку, под крепление. Ну и, собственно, некий уровень вдоль всего. Дюбеля по газобетону. так ну что чисто на пробу обшибок дала свои плоды вот уже угол сделала можно сказать вот сюда я перешел плиткой здесь плитку доделал сделал полку такая же бог и говорю пойдет еще дальше сделал вот эти вот крепления снизу черные саморезы здесь крупные толстые стальные сейчас я взял также женский лак обычно я лаком покрашу получается вот эти вот стальные части чтобы было не видно что они слились с самим вот этим кронштейном или самим уголком по поводу лака этот лак стоит 50 рублей то есть короче говоря копейки сейчас и остальные части покрыл по одному слою черным потом подсохнет нужно еще один два слоя нанести чтобы вообще ничего там такого стали не отдавал сейчас немного тоненький слой после этого будет вообще огонь митрис лаком митрис митрис Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok